добрый день сегодня 2 декабря 2023 год и сегодня наша группа проводит зачетное занятие по такой теме две пасхи истинная и ложная две правды божья и сатанинская значит эта тема очень важная и я немножко сделаю в начале вступления небольшое и потом мы будем проводить это занятие и я вам всем рекомендую послушать и вопросы ответы на эти вопросы дело в том что к великому сожалению христианство пришло очень много язычества язычество и идолопоклонство и куча всяких ненужных неправильных ритуалов иногда даже варварских это начало приходить в христианство в четвертом веке когда в римской империи было провозглашено что основная религия римской империи христианство это вел император константин великий и с тех пор сам константин был жрец языческий верховный жрец империи ему любо дорого были очень многие обряды языческие праздники такие как деништар и так далее и так далее он поклонялся богу солнца но просто так случилось что ему бог дал победу и какой бог неизвестно правда счет но он увидел в небе буквы иисус христос крест и было написано сим победиши а перед тем как он зашел на трон там было два претендента был он и был один колдун я сейчас не помню его имени помню александр но я точно не помню и константин очень боялся этого колдуна и он стал молиться всем своим богам он молился и увидел вот это на небе иисус христос инициалы крест и слова сим победиши и как и он победил он действительно победил и зашел на трон и он подумал что ему иисус помог и и он теперь обязательно должен отдать иисусу свою жизнь и объявить всю империю римскую империю они в нее так весь мир входил христианской и он так и сделал и с одной стороны это было хорошо потому что в то время были гонения на христиан и не просто гонения а их их ловили их над ними издевались и их убивали это было очень больших количествах но после того как он объявил что христианство все и перестали преследовать перестали трогать наоборот они стали как бы привилегированным классом но в это время было как бы я сказала махровое язычество в это время в римской империи они не было многобожие хотя один из самых почитаемых богов у них был бог солнца и и штар или а старта его жена и одновременно мать но там много было таких заморочек много было всяких ритуалов поклонялись сатурну проводили сатурнале поклонялись тоже это тоже был один из богов солнца то есть точнее одна из одно из имен богов солнца а фактически одно из имен дьявола поклонялись митре поклонялись валу и так далее и так далее это все так называемые боги солнца но это все на самом деле сатана и вот началось с того что суп всегда поклонялись субботу ученики иисуса христа и все его последователи потому что в библии здесь от заповеди четвертая заповедь помни день субботний свете ему но когда константин был антисемитом и константин ненавидел все что связано было с евреями он говорил так евреи распяли иисуса и мы не будем с евреями поклоняться в один день они в субботу поклоняются мы не будем субботу и он повелел чтобы воскресенье это было все где-то в начале четвертого века там по-моему 300 то ли 321 то ли 325 год когда он издал указ что теперь место субботы воскресенье выходной день и все такое потом он поднял свою руку на пасху но пасха это вообще тоже святой день и святой праздник и бог сказал конкретно в какой день отмечать пасху пасху нужно было всегда отмечать 14 числа месяца нисан это ему по еврейскому календарю нисан или авиф этот месяц называется к весенний месяц он преподает где-то на март апрель вот и всегда иисус и его ученики и последователи и до того начиная вообще с моисея который жил 1400 лет до рождества христова так называемого все поклонялись точнее отмечали этот праздник этот праздник должен был ну 7 дней его нужно было отмечать так бог повелел левитах 23 главе и все отмечали 8 дней именно начиная что на савнисана но когда вот эта история с римской империи с константином великим опять же из-за того что ненавидел евреев был антисемитом он сказал и все и пасху мы переделаем переделал и каким же образом он переделал он такое повеление было от него что пасху теперь отныне нужно праздновать чтобы это только было воскресенье а 14 нисан она преподала каждый год на другой день это мог быть понедельник это могла быть пятница любой день недели но что было 14 нисана понимаете а тут он говорит мне теперь пасху будем только воскресенье праздновать первое воскресенье после новолуния после весеннего равнодетства все и точка а этот праздник был знаком и ему очень хорошо и он участвовал сейчас я скажу что это был за праздник и этот праздник он все империи был известен это был так называемый день и что день рождения старты бог ненавидит а старты валу если вы читали библию вы это видели так вот что это был за праздник день и что в этот день чувствовали эту так называемую богиню и что приносили человеческие жертвы приносили в жертву и детей маленьких до трех месяцев по моему убивали и в крови этих детей окунали яйца вот откуда крашенки пошли отсюда пошли крашенки дальше выпекали значит делали в виде фалоса я извиняюсь уже все взрослые люди дрожжевое тесто тесто и фалоса вот эту вот выпекали кулич этот он настолько был огромный культ это был культ фалоса вообще на древнем востоке был очень во многих странах распространен его ставили на носилки и 4 здоровенных мужика его носили вокруг алтаря и кричали и штор и штор и относил очень было это было поклонение этого так поклонялись этой богине кроме того в это время священник должен был на алтаре осеменить девственницу и тут же убивали ударом ножом в сердце людей мужчин которых привели как правило это были или рабы или это были люди которые но скажем так воевали на другой стороне были взяты в плен и там очень красивые были юноши вот их приносили уже твуишта и вот в этот день константин сказал мы будем отмечать пасху где ништа представляете какая гнусность и какое просто она по сравнению и христиане этого не знают и они по-прежнему в этот день каждый год празднует пасху все церкви в этот год в этот день праздную пасху и говорят христос воскрес христос тут причем знаете что такое за праздник этот пасха который бог повелел еще моисею 1400 лет до нашей эры бог повелел отмечать этот праздник в честь того что бог вывел из рабства еврейский народ из египта который там был 430 лет вот что это за праздник вот что значит эта пасха этот песок я дальше не буду тут можно много рассказывать чего да я просто хочу показать даже вот на этом одном примере насколько загрязнено христианство в язычество просто срослись они и люди продолжают находиться в неведении я вам скажу по секрету что каждый кто празднует с православными с католиками с протестантами в воскресенье пасху которая не 14 они сами они все в ад пойдут они все на суд придут и иисус их спросит что вы делали кого кому вы поклонялись что вы отмечали праздника иисус воскрес нету его в библии нигде нету его никто никогда не повелевал библии отмечать бог этого не говорил это придумали а праздник песок это совершенно другое это праздник когда вспоминают выход из египта из рабства четырехсот тридцатилетнего народа израиля вот что это за праздник и он христос воскресе не имеет никакого отношения такого праздника нет христос воскресе понимаете а тем более яйца вот эти крашенные пасочки поэтому все кто в этим в этом пасочки в виде фалоса и вот что люди кушают они половой орган богов кушают они даже не знают не понимают что происходит и приходит проклятие в жизнь того человека кто это кушал и во всю семью и весь дом где это есть и где это было и где это происходит проклятие понимаете это не благословение это проклятие во все сферы жизни и так это было маленькое вступление я могла конечно 10 раз больше рассказать но у нас сегодня не я должна говорить а ребята на эту тему они изучали эту тему и сегодня я буду задавать вопросы они будут отвечать и так я повторяю как называется сегодняшняя тема две пасхи истинная и ложная две правды божья и сатанинская итак первый вопрос какое понятие о празднике пасха у обычного мирского человека кто хочет ответить и желающие член очка давай если вы остановите любого прохожего и спросите у него что для него означает слово пасха он не задумываясь ответить что это ассоциируется у него с праздником с праздничным воскресеньем которые все друг другу говорят христос воскрес воистину воскрес они христосуются то есть целуются три раза кушают крашеные крашеные пищевых красителях яйца кушают куличи пасочки пасочки пасхи которые представляют собой цилиндрические формы сдобных булки политые сверху белой помадкой всегда в доме устраивается праздничная трапеза готовится множество вкусных блюд и все это сопровождается обильным влиянием люди упиваются водкой вино и уже не вспоминают о христе за столом рассказывать приличные анекдоты и и общение совершенно никак не указывает на виновника торжества то есть иисуса это обыкновенная мирская пьянка которая может привести к разрадным действиям как обычная пьянка спасибо следующий вопрос какое понятие о праздника о празднике пасха у верующих православных католиков и протестантов кто у нас желает ответить ну давай в чем пожалуйста более верующий человек православной конфессии обязательно упомянет о великом пасхальном посте о том что на пасху нужно наносить на освещение в церкви крашенки и куличи и пасочки хорошо бы всю ночь провести в храме на богослужение поставить свечки а накануне нужно обязательно искупаться в чистый четверг попросите всех прощения прощенного воскресенья запастись веточками вербы вербное воскресенье и с особой строгостью относиться к вегетарианской диете в последнюю неделю перед пасхой католики и протестанты немного глубже приблизились к теме праздника воскресенье иисуса христа они размышляют об этом поют песни совершают и мистерии читают и проповеди все же вместе взятые христиане на 99 процентов уверены что праздник пасхи возник после смерти иисуса христа и придуман как празднование воскресенье господа иисуса вот уже много столетий из года в год весной после первого полнолуния которое следует после весеннего равноденствия празднует праздник пасхи воскресенье христа к этому привыкли все и мирские люди и верующие этот праздник любят этот праздник ждут спасибо большое следующий третий вопрос в каком месте библии бог дает повеление соблюдать божьи праздники включая праздник пасхи с указанием их конкретных дат ну таня у нас хочет пожалуйста бог очень четко конкретно и последовательно описал божьи праздники в книге левит в двадцать третьей главе здесь даны повеления соблюдать божьи праздники с указанием их конкретных дат многие думают что все описанное в ветхом завете касается только евреев но это не так вот послушайте что говорит бог книга левит двадцать третья глава с первого по седьмой стихи и сказал господь моисею говоря объявиться нам израилевым и скажи им о праздниках господних в которые должны созывать священное собрание вот праздники мои шесть дней можно делать дела а в седьмой день суббота покоя священное собрание никакого дела не делайте это суббота господня во всех жилищах ваших вот праздники господни священное собрание которые вы должны созывать в свое время в первый месяц в четырнадцатый день месяца вечером пасха господня и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков господу семь дней ешьте опресноки в первый день да будет у вас священное собрание никакой работы не работайте и в течение семи дней приносите жертвы господу седьмой день также священное собрание никакой работы не делает не работайте спасибо следующий вопрос почему праздники господни которые бог повелел отмечать в 23 главе книги левит должны праздновать не только евреи но и все христиане диана может отметить из отрывка 23 глава 1 по 7 стихи мы видим что суббота и пасха это не чисто иудейские еврейские праздники а это праздники господни из тех христиани как дети господа жены соблюдать и почитать его праздники божьи праздники называются еще назначенным временем это событие установлено богом для встречи с ним ждет с нетерпением этого времени он хочет чтобы его дети наслаждались в общении с ним и переживали его благость когда мы чтим божьи праздники бог прямо посреди празднования хочет совершать невероятную работу по изменению наших жизней мы можем и должны пережить полное благословение боже в каждом празднике каждый божий праздник суббота пасха песок шавот суккот это встреча с богом когда мы переживаем радость встречи с богом мы позволяем ему сокрушить гнет врага и привлечь нас снова переживание во благословение красно спасибо большое следующий вопрос если в библии повеление праздновать воскрешение иисуса христа настя может ответить на этот вопрос занято что нужно спешение иисуса новом завете нет ни одного упоминания о том что ученики иисуса отмечали праздник воскресения иисуса из мертвых то еще и называли это пасхой спасибо там начали не было слышно там был потек что библии нет ни одного указания на то что нужно праздновать воскрешение иисуса спасибо настенька все хорошо шестой вопрос какой праздник иисус и его ученики отмечали на знаменитой тайной вечере кто хочет ответить друзья я сейчас маленькую маленькую паузу возьму но это все на записи значит я хочу объяснить для тех кто будет это все смотреть и слушать настолько объемный материал что они читают по написанному это нормально совершенно тут ничего такого нет они знают эту информацию но проще им прочитать так вот для тех кто читает друзья не надо делать вид что вы это и берете из головы у меня единственная просьба читайте то что написано слово в слово и все громко отчетливо и а так все отлично получается и так еще раз какой праздник иисус и его ученики отмечали на знаменитой тайной вечере ну лена пусс отметить на последнем ужине с учениками так называемые тайной вечере иисус отмечал пасху то есть этот праздник существовал еще до смерти иисуса задолго до этого большинство людей об этом даже не догадываются вот что говорит библия евангелие от луки 22 глава 1 и 2 стихи приближался праздника пресноку называемый пасху искали переосвященники и книжники как бы купить его потому что так же 7 и по 13 стихи стал же день пресноков который надлежало заколать пасхального агнца и послал иисус петра иоанна сказав пойдите приготовьте нам есть пасху они же сказали где велишь нам приготовить он сказал вот входите в вашем город вашего город встретиться с вами человек несущий кувшин воды последуйте за ним в дом в который войдете и он скажет и им и скажете хозяину дома учитель говорит тебе где комната в которой бы мне есть пасху с учениками моим и он покажет вам гордницу большую устлую там приготовьте они пошли и нашли как сказал им и приготовили пасху и из этого огромного отрывка мы видим что иисус вместе с учениками отмечал праздник пасхи песок о котором написано 23 книги 23 главы книги левит спасибо большое а пресноков ударение правильно опресноке опресноке праздника преснока следующий вопрос седьмой что представляет собой истинный праздник пасхи песок и почему бог дал повеление отмечать его ну таня пусть прочитает ответ ответ на этот вопрос мы находим в книге исход это вторая книга библии здесь рассказывается об израильском народе который попал в египетское раз рабство на четыреста тридцать лет египтяне сделали евреев рабами издевались над ними назначали самую тяжелую работу убивали новорожденных младенцев мужского пола израильтяне взывали к богу в слезах истинаниях прося его о помощи и он помог бог призвал чистого сердца моисея и возложил на него миссию миссию вывести весь еврейский народ из египта моисей придя в египет смело потребовал у фараона освобождение своего народа но фараон ни за что не хотел их отпускать тогда бог стал посылать на египет казни это были и жабы которые кишки кишили и в жилищах и внутри людей это была саранча которая съела весь урожай вода по всему египту превратилась в кровь животные покрывались язвами и умирали град на полях убил всех работников которые не успели спрятаться но самой последней и ужасной божьей карой было поражение первенцев погибли первенцы людей и животных спасибо восьмой вопрос прочтите места в библии где бог впервые дает подробное повеление о празднике пасха песок ну давайте я прочитаю исход 12 глава с 1 по 8 стих и сказал господь моисею и аарону земли египетской говоря месяц сей да будет у вас началом месяцев первым да будет он у вас между месяцами года скажите всему обществу израильтян в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам по агнцу на семейство а если семейство так мало что не съест агнца то пусть возьмет соседом своим ближайшим дому своему по числу душ по той мере сколько каждый съест расчислитесь на агнца агнец у вас должен быть без порока мужеского пола однолетний возьмите его от овец или откос и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца 14 число понимаете тогда пусть заколет его все собрание общество израильского вечером и пусть возьмут от крови его и помажет на обоих косяках и на перекладине дверей в домах где будут есть его пусть сидят мясо его всю самую ночь испеченная на огне с пресным хлебом и с горькими травами пусть сидят его и следующее место из писания которое про пасху говорит это исход 12 глава стихи с 11 по 14 ешьте же его так имеется ввиду барашка это на самом деле пасха это вот этот барашек которого зарезали и которого на углях испекли пожарили пусть будут чресла ваши припоясаны обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью это пасха господня и я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд я господь и будет у вас кровь знамением на домах где вы находитесь и увижу кровь и пройду мимо вас и не будет между вами язвы губительны когда буду поражать землю египетскую и да будет вам день сей памятен и празднуйте вон и праздник господу во все роды ваши как установление вечное празднуйте его следующий вопрос назовите точную дату в которую бог повелел отмечать праздник пасха песах у нас это может ответить бог повелел 14 числа это был первый месяц бог сказал что сделайте этот месяц первым бог настолько серьезно к этому относился событию что исход евреев из египетского рабства что он сказал вот в этот месяц который вы вышли сделайте его первым и это был первый месяц он называется не сам или авив и вот бог повелел 14 числа весеннего месяца не сам или авив каждый год отмечать праздник пасхи или песаха на иврите следующий вопрос что означает слово песах артем может нам рассказать это слово происходит это слово пасах пройти мимо перепрыгнуть когда ночью 14 нисана ангел губитель посланный богом проходила по земле египта он внимательно смотрел на каждый дом если он замечал на доме метку то и просы проходил мимо этого дома но если он не обнаружил кровавые метки он поражал насмерть первенца в этом доме и человека и скотину животных животных да исход двенадцать двадцать первый стих тридцать второй моисей созвал всех старейшин израиля и сказал им пусть каждая семья выберет себе ягненка и заколит его приготовив пасху потом возьмите пучок иссопа обмакните в чана со слитой кровью и помажьте этой кровью притолку перекладину дверей и два дверных косяка и пусть никто из вас до утра не выходит из дома пойдет господь и убил убивать египтян увидит кровь на притолке и косяках и пройдет господь мимо этой двери не даст смерти войти в ваш дом и убить вас соблюдайте это предписание во век вы и ваши потомки когда вы придете в ту землю которую господь даст вам как обещал совершайте там этот обряд если спросят ваши дети что за обряд вы совершаете отвечать им так это пасхальная жертва господу когда господь убивал египтян он миновал дома сынов израилевых и пощадил наши семьи и весь народ склонился и полниц перед господом затем и сыны израилевы пошли и сделали все в точности так как господь повелел моисею и аарону а в полночь господь убил всех первенцев египет и умер и первенец фараона наседающего на престоле и первенец пленника сидящего в темнице и все первенцы скота встал в ту ночь фараон встали его вельможи и все египтяне и великий стон поднялся по всему египту каждая семья был умерший в ту же ночь фараон позвал моисея и аарона и сказал уходите от нас прочь вместе со всеми сынами израилевыми идите совершите служение господу как вы просили собирайте с собой свой скот крупные мелкие как вы просили уходите и благословите меня аминь аминь здесь вы знаете в этом отрывке я сейчас слушала и я поняла что для некоторых может быть кое-что непонятно в частности тут сказано что бог говорит совершайте там этот обряд и это сказано после того как описано что они должны взять пучок из сопа обмакнуть в чан со слитой кровью вот этого агнца да которого зарезали и помажьте этой кровью притолоку это перекладина дверей два дверных косака и вот как бы после этого сказано совершайте этот обряд каждый год но не этот обряд совершать нужно а бог имел ввиду совершать другой обряд а запекать барашка агнца точнее запекать каждый год и кушать его вот этот обряд имеется ввиду песах отмечать песах и он даже сказал когда это нужно делать четырнадцатого нисана или авива следующий вопрос одиннадцатый что же такое пасха господня на самом деле и каково ее значение для евреев и всех верующих в бога библии ну та я пусть ответит пасха пасха господня это жертвенный агнец для спасения евреев нужно было заколоть ягненка его кровью помазать двери домов и бог видя эту метку прошел мимо не повредив никому в доме а там где метки не было погибли первенцы вот этот праздник иисус праздновал каждый год своей жизни в детстве вместе со своими родителями также на последнем ужине своей жизни с учениками для каждого еврея аисус был евреем праздник пасхи песах был самым великим и значимым на этот праздник все мужчины израиля должны были приходить в иерусалим независимо от того где они жили и приносить храм жертву агнца но хоть этот праздник изначально касался только народа израиля бог в двадцать третьей главе левитов которую мы выше читали повелел всем верующим в него отмечать этот праздник ну потому что бог сказал вот праздники господни вот праздники мои и дальше бог называет именно ну один из праздников это песов поэтому его должны все отмечать не только спасибо все правильно двенадцатый вопрос какая существует параллель между пасхальным агнцем и иисусом христом если может настя пусть ответит следующий вопрос готовит диана у нас 13 давай нас 12 вопрос какая параллель между пасхальным агнцем и иисусом христом меня слышно да слышно здесь мы видим глубокую параллель как в древности кровь агнца спасла евреев от смерти и вывела их из рабства так и кровь иисуса христа который стал законным агнцем за нас спасла нас спасла от вечной смерти ада вывела из рабства греха и сатанинского контроля дала нам жизнь вечную аминь спасибо следующий вопрос тринадцатый почему в наше время важно отмечать чтить праздник песах который бог повелел праздновать 14 нисана яночка если можешь ответь пожалуйста выполняем божье повеление праздновать божий праздник пасхи песах мы возносим богу хвалу за освобождение евреев из рабства если бы бог не вывел их из египетского рабства они могли бы там все умереть и тогда не родился бы мессия наш спаситель господь иисус христос и также празднуя этот праздник мы благодарим бога за его жертву он отдал своего единственного сына иисуса для того чтобы мы не погибли в своих грехах мы были оправданы его святой крови его кровь пролилась чтобы гнев божий прошел мимо и не поразил нас насмерть иисус искупил на своей крови от всякого проклятия греха болезни смерти те кто понимает принимает это получает дар вечной жизни восстановление богом восстановление во всех сферах жизни все божие благословения все что от нас требуется быть верными и исполнять боже слово аминь спасибо большое замечательно следующий вопрос на какую дату выпадает дата песаха 14 нисана 2024 году по григорианскому календарю ну вот кто написал тут пусть и читает татьяна степанова вам слово библия говорит нам о том в какую дату отмечать пасху и это 14 нисана или авива этот месяц обычно попадает на вторую половину марта плюс первую половину апреля дело в том что у евреев лунный календарь и все месяцы имеют 28 дней 14 число каждого месяца это полнолуние 14 нисана с наступающим в будущем 2024 году отметит 22 апреля вечером в израиле каждый новый день начинается заходом солнца 22 апреля в понедельник вечером все евреи а также все люди чтущие божие повеления праздники праздновать пасху 14 нисана будут проводить пасхальные седа тот самый ужин который праздновал иисус вместе со своими учениками перед своим арестом спасибо большое следующий вопрос 15 песок 14 нисана всегда выпадает на воскресенье или он может отмечаться в любой день недели пусть артем александрович ответит нам пожалуйста 14 нисана может попадать на любой день недели на среду или понедельник на субботу или четверг все зависит от того на какой день недели попадает первый день этого месяца еврейского места нисана спасибо шестнадцатый вопрос как жили христиане первые три века после воскресения Иисуса Христа ну пусть Леночка нам расскажет как они жили после смерти Иисуса после смерти Иисуса его ученики распространяли его учения по всему миру это вызывало жесткое сопротивление властей первые три века христиане терпели гонения преследования многие были казнены за веру это было время в римской империи где император приравнивался к богу каждый гражданин империи не реже одного раза в год должен был приходить в рим предстать в языческом храме пред жертвенником посвященном цезарю воскурить фамиам в честь императора и громко сказать фразу цезарь господь если человек отказывался это сделать и посвятить свою жизнь служению императору его казнили первые христиане выбирали служение богу не желали предавать веру единого бога поэтому в те времена было казнено много христиан многие предпочли погибнуть телесно нежели поклониться другому господину и погибнуть духовно спасибо большое следующий вопрос буду отвечать я 17 вопрос какой правитель изменил дату празднования пасхи с 14 нисана на другой день и почему ответ в начале четвертого века римский император константин великий принял христианство он уверовал в иисуса и объявил христианство основной религией империи это был большущий плюс для христиан с одной стороны так как прекратились гонения и они из жертв превратились в почитаемых людей теперь богослужения можно было проводить не прячась можно было проповедовать и открыто прославлять бога но с другой стороны константин великий не будучи возрожден свыше и внутри все еще оставаясь верховным языческим жрецом захотел контролировать все церкви и стать их духовным главой первосвященником он считал себя великим реформатором и постепенно своими законами довел церковь до жуткого состояния самым ужасным было то что он был страшным антисемитом он называл евреев кровавыми убийцами из-за ненависти к ним он изменил день поклонения субботы на воскресенье то же самое случилось и с праздником пасхи который бог повелел отмечать 14 константин великий своим указом закрепил законодательно на первом никийском соборе в 325 году празднование пасхи только в воскресенье и не в какой другой день причем это воскресенье должно было быть после полнолуния последующего за весенним равноденствием я вам рассказывала про день Иштар который именно в этот день всегда отмечался этот так называемый праздник поклонение дьяволу фактически это был праздник поклонения дьяволу вот в какой день вот уже 18 веков христианство отмечает пасху следующий вопрос 18 как первые христиане относились к божьим праздником записанным в 23 главе книги левит которая большинство современных христиан считает только еврейскими праздниками ну Диана если может прочитать и в субботу всегда отмечали все еврейские праздники которые бог заповедал исполнять кстати первые христиане ученики иисуса были евреями и первая церковь появилась в Иерусалиме в праздник пятидесятницы Шавоот первые христиане считали свое еврейское наследие настолько ценным что на протяжении еще многих столетий они крепко держались за свою принадлежность к этим корням даже перед лицом жестоких преследований спасибо следующий вопрос какой декрет был принят в 345 году нашей эры на соборе который проходил в Антиохии ну Таня пусть нам расскажет в 345 году нашей эры проходил собор в Антиохии на котором был принят следующий декрет если какой епископ пресвитер или диагон посмеет после этого декрета праздновать пасху с евреями судья собора судьи собора предадут такого анафеме ну то есть это отлучение церкви этот декрет свидетельствует о том что в четвертом столетии лидеры поместной церкви спустя 20 лет после декрета Константина все еще праздновали пасху вместе с евреями данный декрет выражает тревогу собора о том что празднование еврейских праздников до сих пор было распространено постепенно давление на церковь увеличилось появлялись новые соборы с новыми декретами запрещающими праздновать праздники во времена указанные богом пасху субботу и другие а вот это слово анафема предать такого анафели это фактически они проклинали анафема это проклятие да будет проклят грубо говоря ну и само собой отлучали понятно то есть вот этот анти мы уже видим что в христианство пришел антисемитизм начиная с начала четвертого века причем очень такой я бы сказала агрессивный антисемитизм который сначала был на уровне одного человека это императора римской империи константина великого а потом это все продолжилось и вошло в верхушку епископы папы римские и уже все высшее священство оно как бы заразилось этим духом антисемитизма и уже видите какие клепают они законы что анафема если они заметят кого-то кто с евреями их праздники отмечает но это не еврейские праздники мы же выше там говорили о том что это бог сказал вот праздники господни да то есть это общечеловеческие должны были быть праздники следующий двадцатый вопрос существовал ли в средние века какой-либо карательный орган который наказывал всех христиан исполняющих закон моисеев и божьи праздники книги леви двадцать третьей главы но настя если может пусть прочитает в средние века появился такой карательный орган как инквизация которая обвиняла христиан в том что они иудействуют сообразуются с церемониями закона моисеева такими как неупотребление в пишу свинины зайцев рыбы без чешуи и так далее почитание шабата приготовление пасхального агнца и так далее инквизиция этот орган называется не инквизация а инквизиция инквизиция она в средние века появилась и она сжигала у них очень интересный метод был карательные это в основном они сжигали но иногда и голову отрубали там палачи специальные были такие красных одеждах с капюшонами и вот представляете людей за то что люди соблюдали 10 заповедей да закон ноисеев они церковник кто такие кто такая инквизиция это церковники это высшие церковники да и вот они за то что люди шаббат отмечали песох отмечали это как в библии сказано другие праздники да может быть там обрезание делали я не знаю и вот они за то что люди кашрут соблюдают да то есть кушают пищу чистую а не чистую не кушают свинья это не чистая пища из-за нее проклятие приходит в тело человека в виде болезни нехороших так вот инквизиция что делала инквизиция она убивала инквизиция очень много убила людей веры инквизиция убила людей науки коперника по-моему они сожгли это все инквизиция следующий вопрос значит двадцать первый хорошо да счастливо мы благословляем тебя Ирочка значит двадцать первый вопрос пасха которую современные христиане празднуют как праздник воскресения Иисуса дан Богом или придуман людьми я отвечу на этот вопрос пасха как господень праздник как господень праздник не имеет ничего общего с праздником воскресения Христа который придумали люди но которого нет в библии воскрешение фактически да Иисуса нет и не было в библии повеление отмечать воскрешение Иисуса первые христиане вспоминали и возвещали смерть Господа Иисуса Христа смерть Господню возвещаем именно поэтому что благодаря его смерти мы примирились с Богом получили прощение грехов и дар вечной жизни но праздника воскрешения Иисуса который вот уже много столетий отмечается никогда не было его придумали и закрепили как важный церковный праздник и почему-то назвали Пасхой истинная церковь крепко держалась своей принадлежности к мессианским корням на протяжении тысячи лет несмотря на продолжающиеся преследования ранняя церковь чтила Божьи праздники но постепенно в привычку вошло официальное празднование Пасхи воскресение Христового в новый день в новую дату установленную человеком а не Богом и когда у священников спрашивали и до сих пор спрашивают почему Пасху отмечают в воскресенье и в день отличный от 14 нисана те отвечают обычно так Христос воскрес в воскресенье поэтому и праздную Пасху в воскресенье но это тоже ложь потому как есть исторические факты которые говорят о том что Иисус воскрес не в воскресенье а в субботу шаббат следующий вопрос 22 а 23 Диана нам ответит 22 вопрос какой праздник отмечался в древности еще за две тысячи лет до нашей эры в воскресенье которое следует после новолуния последовавшего за весенним равноденствием день в который почти все современные христиане празднуют Пасху ну пусть Настя ответит получается ну Диана тогда посадить а нет сейчас Настя ответит давай Настя но поскольку не было слышно ни одного слова поэтому я прочитаю продублирую ответ в этот самый день в который современные христиане празднуют Пасху с древних времен весь языческий мир отмечал день Иштар это был праздник поклонения богине Астарте другие ее имена Аштерот Инанна Анат Венера Изида Ашера Иштар богиня Астарта это одно из имен дьявола следующий вопрос как проходила как проходил праздник день Иштар Диана может ответить как день Иштар проходил Слово капище происходит из слова капь идол само капище чаще всего возводили на возвышенностях это была прямоугольная площадка 30 на 40 метров иногда капище было в виде круга или эллипса так было принято на Руси на этой площадке вкапывались деревянные столбы Ашеры в виде обнаженные до пояса женщины руками поддерживающие свои груди рядом стояли каменные изваяния столбы Ваала дело в том что богиня плодородия и войны Астарта Ашера Иштар Анан так далее была матерью и одновременно женой Ваала и всегда и везде в местах поклонения Астарте мы увидим идол Ваала а в храмах Ваала мы увидим статую Астарты цель этого праздника принести на землю плодородие на поля, сады, леса, людей, рыб, птиц, скот, всех животных иногда капища были крутыми строились целые храмы в которых служили жрецы Астарта и Ваала один из мужчин общины влезал на вершину капища сделанную в форме фала с мужского полового органа и начинал кричать Астарта, Астарта, Астарта нужно было разодорить Астарту чтобы она захотела вступить в интимные отношения с богами для этого делали большую часть цилиндра и вкладывали дрожжевую тесто и оно там возрастало и распушивалось затем эту булку в виде огромного фалоса помазывали помадкой белого цвета как сейчас куличи затем этот идол ставили на носилки мужчины клали их себе на плечи и носили вокруг алтаря еще на носилки клали яйца символ колдородия которые перед этим окунали в кровь младенцев принесенный к жертву Астарте тут же на жертвеннике тут же на алтаре жрец должен был осеменить девственницу все это сопровождалось громкой музыкой криками хвалой Астарте считалось что после всего этого Астарта должна захотеть богов но теперь нужно было разодорить богов разжечь их страсть для этого разыгрывался целый спектакль по нашему это был порнофильм все люди раздевались, упивались вином поливали друг друга вином и начинались групповые разнузданные оргии там были все виды половых извращений какие только можно было себе представить и считалось что после этого боги захотят Астарту и в результате их интима на землю сойдет семя богов в виде дождя так необходимой сушеной почвы пеклись и маленькие пасочки куличи которые наши верующие едят на Пасху которая посвящалась Иштар Астарте их кушали Библия называет это идоложертвенным и запрещает есть любую пищу посвященную иным богам так как это приносит проклятие и болезни и через это в человека входят бесы кстати одно из имен Астарты Венера у Венеры есть своя звезда имя которой Люцифер Люцифер если вы спасибо Няночка Люцифером назывался Сатана когда еще он был на небесах с Богом перед тем как он бунт свой произвел три архангела на небе было это Михаил Гавриил и Люцифер Люцифер очень талантливый был музыкант он очень красивый невероятно но потом он возгордился и подговорил треть ангелов против Бога он хотел сесть выше Бога да но Бог это дело просчитал и сбросил его на землю вместе с третью ангелов которые стали бесами на земле следующий вопрос что олицетворяют атрибуты современной Пасхи куличи пасочки и крашеные яйца которые все христиане пекут покупают и едят на Пасху можно ли есть эту пищу ну пусть у нас мужчина наш это все нам расскажет это Артем Александрович пожалуйста вам слово атрибуты пасхи куличи и яйца являются олицетворением мужских половых органов другими словами когда вы едите куличи пасочки и крашеные яйца вы едите мужские половые органы языческих богов эта пища является идоложертвенным то есть пищей просвещенной другим богам то есть сатане в Библии в Новом Завете написано что идоложертвенное нельзя есть за это приходит проклятие в жизнь людей болезни ранее смерти несчастные случаи и все самое плохое все плохое да хорошо спасибо большое двадцать пятый вопрос какие еще жертвы приносились валу ну пусть Сталина прочитает дело дело в том что вал означает господин эта личность всегда претендовала на высшее положение в духовном мире поклонение валу всегда сопровождалось кровавыми человеческими жертвоприношениями это был очень жестокий бог в разных культурах он также по-разному назывался Осирис Митра Сатурн Аполлон Фамус Дионисий и другие имена люди всегда пытались задобрить Ваала это божество понимая что он несет зло и смерть он требовал в жертву маленьких детей его статуи из металла изготавливались таким образом что в полое чрево закладывались и поджигались дрова а когда идол раскалялся до высокой температуры его протянутые руки клали младенца который кричал от боли и ожогов пока не умирал это также происходило в день Иштар Спасибо Следующий вопрос как Иштар переводится на английский язык ну давайте я отвечу Иштар по-английски Истер а по-немецки Остер означает Пасха когда англоязычные люди слышат слово Истер они понимают что речь идет о Христовом воскрешении воскресении где Христос воскресе воистине воскресе но есть в английском языке другое слово также означающее Пасху Пасовы и вот это слово обозначает тот самый праздник Пасхи Песах который Бог повелел отмечать всем верующим в него 14 Несана каждого года следующий вопрос какие существуют факты того что Иисус не воскрес в воскресении и в какой день он воскрес на самом деле вот тут много ну я давайте прочитаю ответ когда Иисус рассказывал своим ученикам о своей смерти и последующем воскресении он сказал что как пророк Иона был в очреве кита три дня и три ночи так Иисус будет в очреве земли три дня и три ночи в тексте Евангелия можно прочитать только то что Иисус умер в пятницу днем а воскрес на рассвете в воскресенье если задуматься над этим фактом и посчитать через сколько суток воскрес Иисус опираясь на эти тексты то никак не получается трое суток даже двое суток не получается американский проповедник Джим Стейли читая проповеди о Пасхе рассказал о собственном расследовании касающемся смерти и воскресения Иисуса не давал ему покоя вопрос о трех сутках отсутствие Иисуса на земле которые не совпадали с текстом Библии и когда Джим Стейли стал копаться в истории и нашел календарь того года в котором распяли Иисуса он обнаружил что в тот год Пасха и день опресного попадала на вторник в этот день все евреи готовились отмечать вечером Пасхальный седор праздничный ужин посвященный Песоху Пасхи утром каждый глава семейства должен был привезти в храм ягненка его приносили в жертву зарезали и после молитвы священника это мясо отдавали тому кто приводил это животное и после этого ягненка можно было готовить в пищу так и поступили ученики Иисуса и в доме который им представил добрый человек они приготовили пасхальный ужин далее следуют исторические факты мы рассматриваем даты и дни которые связаны с последними часами жизни Иисуса новый день начинается с захода солнца и заканчивается заходом солнца следующего дня 14 нисана начинается во вторник вечером это в тот год когда распяли Иисуса в то время и заканчивается в среду вечером 14 нисана вторник вечер вот вечером началось во вторник 14 нисана вечер Иисус празднует Пасху со своими учениками проводит пасхальный седр праздничный ужин 14 нисана вторник вечер ночь Иисуса арестовывают 14 нисана среда день Иисуса допрашивают бечуют и распинают он умирает и тут начинается отсчет тех самых трех дней и трех ночей о которых пророчествовал Иисус считаем со среды до четверга один день то есть первые сутки четверга до пятницы второй день из пятницы до субботы третий день вот они трое суток Иисус воскрес в субботу они видели его никто потому что в субботу все должны были оставаться дома по заповеди теперь все получается найдены три дня и три ночи и не в воскресенье Иисус воскрес а в субботу вот такой обман по поводу воскресения Христова всем нам подсунул дьявол а мы на это повелись вы можете возразить но в Евангелиях написано что Иисуса распяли в пятницу а на следующий день была суббота дело в том что в иудаизме все великие божьи праздники такие как Песох Шевуот Суккот Йом-Кипур и Рош-Хашана называются субботами или великими субботами праздник Пасхи длился семь дней и все эти дни можно было называть субботами что касается дня пятницы в которую распяли Христа эта дата сфальсифицирована скорее всего специально дабы не признать того что Иисус был воскрешен из мертвых в шаббат субботу такой ненавистный день для Константина язычников и дьявола отца всякой лжи двадцать восьмой вопрос как правильно праздновать Пасху это Таня нам прочитает пожалуйста как правильно праздновать Пасху если вы решили что хотите праздновать Пасху Песах тот самый праздник который Бог заповедовал нам отмечать и тот самый праздник который отмечал со своими учениками наш Господь Иисус Христос что для этого нужно делать многие ответы мы найдем в Библии первое в Израиле Песах Пасха празднуется семь дней в других странах восемь дней начало праздника четырнадцатого Ниссана второе в первый и последний день праздника должно собираться должны собираться священные собрания прославляйте Бога за его милость и любовь за то что он вывел из рабства еврейский народ в котором должен был родиться мессия спас его от истребления читайте места Писания связанные с выходом из Египта двенадцатая глава книги исход поклоняйтесь Богу благодарите его за все то есть первый и последний день должно быть священное собрание первый и последний день Песаха третье кульминацией праздника является пасхальный седр седр в переводе с эверита означает порядок пасхальный седр это праздничный ужин на этом необычном ужине читаются различные молитвы благословения отрывки из слова божьего в самом конце седра все присутствующие хором произносят фразу в следующем году в Иерусалиме существует пособие по проведению седра оно называется пасхальная агада там в мельчайших подробностях описано как проводить седр а году можно свободно скачать в интернете пятое есть еще кое-что интересное в праздновании седра а именно афикаман или афикамен по-гречески берется маца и преломляется на три части средняя часть олицетворяет Иисуса ее преломляют что означает его смерть затем этот кусочек тщательно заворачивается в салфетку и прячется что означает пеленание и положение в огроб в конце седра детям дают задание найти афикаман когда они его приносят ко взрослым те обязательно должны поощрить детей подарив им деньги сладости и подарки этот кусочек мацы это означает воскрешение христа затем ведущий седра разламывает мацу на маленькие кусочки и дает всем вкушать также пьют вино эти действия являются хлебопреломлением на последней тайной вечере которая как раз и была пасхальным седром Иисус также преломил мацу и раздал ученикам и читаем евангелие от луки двадцать вторая глава с четырнадцатой по двадцатой стихи и когда настал час он возлег и двенадцать апостолов с ним и сказал им очень желал я есть с вами сию пасху прежде моего страдания и высказываю вам что уже не буду есть ее пока она не совершится в царстве божием и взяв чашу и благодарив сказал приимите ее и разделите между собою и высказываю вам что не буду пить от плода виноградного доколе не придет царство божие и взяв хлеб и благодарив преломил и подал им говоря сие есть тело мое которое за вас предается сие творите в мое воспоминание также чашу после вечери говоря сие чаша есть новый завет в моей крови которая за вас проливается в седре есть много интересного и об этом можно долго говорить но самое главное первые христиане какому бы народу и стране они не принадлежали каждый год в обязательном порядке проводили пасхальный седр они понимали значимость этого праздника и важность соблюдения божьего повеления отмечать этот праздник даже под страхом смерти они были верными господу несмотря ни на что аминь спасибо а а так значит следующий вопрос какие блюда должны обязательно присутствовать на пасханом седре каково их значение я хочу сказать что наша группа уже несколько лет вот сколько мы существуем четыре года да с хвостиком мы все божьи праздники отмечаем и в некоторых случаях нужны определенные продукты на пасхальном седере я сейчас об этом расскажу итак обязательные блюда для пасхального седера первое марор горькие травы это может быть хрен зеленый лук или чеснок укроп петрушка все такое марор символизирует горечь рабства которые испытывали сыны Якова находясь в Египте кстати это может быть в магазинах продается хрен в баночках иногда со свеклой такого цвета красивого такого красно-синего ну как свекла цвета свеклы а бывает и без свеклы просто хрен как-то сделан так вот можно маленькую баночку купить и кушать нужно съесть минимум чайную ложечку этого хрена это очень горько и слезы будут градом катиться но можно заесть мацой там картошкой мясом что там на пасхальном седере любым но это нужно сделать почему потому что слезы которые будут катиться это вот воспоминания о тех слезах которые проливали израильтяне евреи точнее которые находились в рабстве и над ними там очень жестоко издевались вот как бы мы должны на седере через это пройти тоже я это делаю я одну или даже два раза ем ложечки этого хрена и конечно слезы граном текут но так надо следующее бейтса это сваренное вкрутую яйцо оно олицетворяло храм а также жертву третья мисочка с подсоленной водой которая олицетворяет слезы пролитые в египте еврейским народом в эту мисочку мыкают карпас перед перед едой карпас карпас это кстати очень вкусно карпас это вареная картошка или лук салат петрушка редиска ну обычно лично я просто мы варим картошку и потом эту картошку макаешь эту соленую воду кушать это очень вкусно дальше зроа это мясо на косточке это может быть и куриная крылышка и ножка куриная желательно копченая на огне но у кого нет такой возможности то можно даже чтобы это было сваренное просто сваренное водички думаешь чтобы не ловить поджаренного ну это чисто символические все вещи понимаете делайте по своему по своим возможностям зроа вот это мясо на косточке символизирует жертву закланного агнца благодаря которому ангел смерти прошел мимо пасах мимо домов евреев пасах это перепрыгнуть пройти мимо перепрыгнуть ангел губитель он перепрыгивал когда он видел кровавые метки на домах он перепрыгивал не заходил в эти дома не убивал никого так вот зроа символизирует жертву закланного агнца благодаря которому ангел смерти прошел мимо домов евреев так как на них была кровавая метка маца это пресные лепешки изготовленные без дрожжей кстати очень вкусно вот мы делали сами же не выкого у всех wet это мама есть поэтому просто раскатывается очень тоненько тесто вилочкой делаются дыно и на раскаленного сковородку любых духовку там буквально несколько минут не помню надо переворачивать не надо на сковородке надо на переворачивать а вот в духовке не надо переворачивать Но там надо следить, чтобы не сгорело, потому что на большом огне это все делается. И вообще по законам кашрута там, я не помню, то ли 38 секунд, в общем там какое-то количество секунд это должно жариться, больше типа нельзя. Дальше. Моца может быть квадратной или круглой формы. Кстати, есть очень много видео на ютубе, как делать моцу. И достаточно просто. Моца заменяет обычный хлеб во время Песоха. Вы знаете, что дрожжевых хлеб кушать нельзя, только без дрожжей. Иисус это наш хлеб с небес. Каждый листик моцы имеет множество дырочек, которые в древности протыкали вилкой. А сейчас в специальных кошерных хлебопекарнях прокалывают специальной машиной. Машиночкой ты ездишь по тесту, и она дырочки эти делает. Так вот, эти дырочки на моце напоминают нам о страданиях Иисуса, как он был побиваем за нас, бечуем и распят. Ему было нанесено огромное количество ран. Дальше. Хоросет. Хоросет это очень вкусная такая штука. Это смесь тертых яблок, измельченных орехов, корицы, меда. Можно добавлять вино или сок. Совсем немножко. Можно добавлять изюм, курагу. Ой, я добавляла все, что только я могла. Тогда-то и бананы, и киви, и ну все, что только была возможность купить. И груши, помню, были тоже. Вот, и яблоки, конечно. Ну, основное это яблоко, орех и мед. Но можно и другое добавлять. Чем больше добавляете, тем вкуснее. У меня всегда очень вкусный хоросет. Значит, теперь, что означает хоросет, эта смесь? Хоросет олицетворяет кирпичи, оно коричневого цвета получается, которые евреи делали в Египте. А его сладкий вкус говорит о том, как сладко была радость освобождения от рабства. Кушается хоросет так. Делается сэндвич из мацы, куда между кусочками мацы кладут марор. Горькие травы. Это может быть или зелень, или натертый хрен. И этот сэндвич опускают в хоросет и зачеркивают им это сладкое блюдо, а затем кушают. И в этом действии смешиваются два образа. Горечь рабства, марор, горькие травы, которые между мацой, между листиками мацы, и одновременно с ним сладость освобождения от него, выход на свободу. Именно об этом говорил Иисус, намекая на того, кто вместе с ним окунет руку в чашу. Это был Иуда, который впоследствии предал Иисуса. Если вы помните, на последнюю пасхальной вечере Иисус с горечью так сказал, что один из вас меня предаст. И его стали спрашивать, кто. А он говорит, тот, кто вместе со мной макнет в чашу. И он сделал вот эти петербродик из мацы, где марор там посередине, и взял, чтобы макнуть в этот хоросет, и Иуда тоже в этот момент тоже с ним взял и защерпнул. И все увидели, что это Иуда. Но они поняли позже, они сначала не поняли. Уже после воскрешения Иисуса они поняли это все. Дальше, что еще входит в пасхальный седр? Что еще должно быть, кроме там яйца, мяса, картошки из соленой водички? Там очень хорошо, если салат будет, петрушка, укроп, лук зеленый. Четыре бокала вина или виноградного сока можно. Ну, можно, если нет виноградного сока, можно любой сок красного цвета, вишневый, гранатовый. Я вот гранатовый покупаю, потому что у нас нет виноградного, из темного винограда. Можно вишневый, можно, ну, вот все, что темное такое, темно-красное желательно. Значит, и дело в том, что эти бокалы пьются только в определенное время на седоре, и они имеют глубокое духовное значение. Первый бокал означает чаша освещения. Это означает, что все, кто находится на пасхальном седоре, дело в том, что на каждый бокал читается браха, благословение. И когда вы читаете браху и потом выпиваете этот бокал, это что-то означает. Вот первый бокал означает освящение. Все, кто на седоре, они освящаются. Причем выпивать нужно, ну, хотя бы две трети. Можно не весь бокал, можно две трети. Если трудно весь бокал выпить, может, четыре надо бокала выпить. Второй бокал означает казни египетские. И там я дальше прочитаю, там очень интересно, нужно делать действие такое, когда второй бокал казни египетские. Я расскажу сейчас. Третий бокал. Чаша искупления. Четвертый бокал. Это чаша хвалы. Значит, второй бокал казни египетские. Как нужно пить его? Нужно совершить обряд омовения рук с молитвой перед этим. После этого нужно опустить мизинец в бокал, туда, где это вот сок или вино. Вынуть и поставить каплю на чистую тарелку. И так нужно сделать десять раз, потому что десять казней было египетских. Вот так вот нужно эти ставить капельки. Каждая капелька олицетворяет Божий казнь и кровь, которая за ней последовала. Последний четвертый бокал, который чаша хвалы, выпивают в конце седора и после этого уже не кушают. Читают псалмы, прославляющие и хвалящие Бога. Следующий очень интересный момент на седоре это чаша Ильягу, Ильи. И вообще ставят стул или там кресло или что-то очень самое красивое в доме, такое вот, ну как стул красивый. Отдельное место на столе для Ильи, для пророка Ильи. Его ждут и двери открывают, специально, чтобы были открыты двери, типа окно для Ильи. И ставят бокал. И это бокал самый красивый. То, что у всех на седоре должны быть красивые очень посуды, должна быть бокалы красивые, обычно хрустальные. Но чаша Ильягу, это должна быть самая красивая чаша для Ильи. И ему туда тоже наливают вино или сок. И, значит, его приглашают. Его говорят, приди, Илья, приди. Вот открывают дверь, говорят, приди. И прямо смотрят. И надеются, что он придет. Вот в иудаизме такая традиция. И они смотрят какое-то время, они ждут. Но обычно Илья не приходит. Вот. Ну вот так интересно. Следующий вопрос. Уже мы на финише почти что. Тридцатый вопрос. Почему и зачем дьявол обманул всех христиан, изменив дату празднования Пасхи с 14-го Ниссана на день поклонения богине Ишта Астарте? Какую главную цель преследует дьявол, принося лжеучения в церковь? Я попрошу Диану ответить, если она может на этот вопрос. Ответ. Антисемиты живут в северах. Слово «антисемит» буквально означает «против евреев». Как правило, в таких людях живет дух Антихриста. Мы знаем, что Бог за послушание избрал Абрама и произвел от него великий народ, как и обещал. И именно в этом народе должен был родиться Мессия, Сын Божий, Господь Иисус Христос, Который спасет свои жертвы и все человечество. Целью дьявола всегда была попытка уничтожить еврейский народ, стремление уничтожить христиан или хотя бы сделать их неэффективными, чтобы люди не познали Бога и не получили спасения. Слабые церкви – это то, что нужно дьяволу. Главная цель дьявола – вести Божий Церковь и всех христиан в грех идолопоклонства и другие грехи, сделать их отступниками и увести за собой в ад. В церкви, где нет исцелений, освобождений, душепопечительства и консультирования церкви, где не отмечаются Божьи праздники, а Ветхий Завет и Божьи заповеди называют закончеством и ненужным, отжившим материалом очень радуют дьявола. В церкви, в которых авторитет пастора высшего авторитета Бога, и где слово пастора важнее Божьего слова, это мертвые идолопоклонческие церкви, не знающие ни Бога, ни силы Его. А если мы еще добавим ко всем грехам этих церквей громкое празднование Нового года и поклонение елки, рождественские утренники и концерты, то на таких церквях можно ставить крест. Аминь. Следующий вопрос. Как Бог относится к празднованию Пасхи вместо 14-го Ниссана? В день празднования, вместо 14-го Ниссана, празднования в день поклонения языческой богине Астарти, а именно в воскресенье, которое следует после Новолуния, после последовавшего за весенним равноденствием. День, в который практически все современные христиане празднуют Пасху, то есть в день Ишта, мы об этом говорили. Итак, как Бог к этому относится? Ну, пусть Лена ответит. И празднование в 14-го Ниссана, в день поклонения богине Астарти, а именно в воскресенье, который следует после Новолуния, последовавшего за весенним равноденствием, день, в который практически все современные христиане празднуют Пасху, является мерзостью в глазах Бога. Это грех идолопоклонства и нарушения Божьих заповедей и повелений, которые Он дал всем людям через Своё Слово, Библию. За этот грех человек, даже верующий, пойдет в ад за вечное мучение. Аминь. Спасибо. Следующий вопрос. 32-й. Что и почему приходит в жизнь христиан и всех людей, отмечающих Лже-Пасху, день поклонения богине Иштар, Астарти? Ну, Таня пост прочитает. Пасха с куличами и яйцами и другими похожими атрибутами это глубоко языческий праздник, который ничего общего не имеет ни с Богом, ни с Иисусом Христом, ни с настоящей Пасхой, которую Бог повелел праздновать в Библии. Это день поклонения дьяволу, а не Богу. Если вы это понимаете, единственный правильный выход – это перестать праздновать и участвовать в праздновании языческой Пасхи и не есть идола жертвенная – куличи и яйца, которые олицетворяют мужские половые органы языческих богов. Из-за празднования языческой Пасхи в жизнь людей приходят проклятия, болезни, ранние смерти, несчастные случаи и все плохое. Дьявол получает доступ к вашей жизни и имеет право даже забрать ее. Всем, кто отмечал языческую Пасху, нужно глубоко покаяться перед Богом и перестать это делать. Это очень серьезно. Аминь. Спасибо. И последний вопрос, на который, наверное, я отвечу. Нужно ли покаяться христианам и всем людям в том, что они ежегодно отмечали Лжепасху в день Иштар и кушали идоложертвенную пищу, пасочки, крашеные яйца, куличи и так далее? Ответ. Да, нужно глубоко раскаяться в праздновании Лжепасхи, в день поклонения языческой богине Иштар, то есть самому дьяволу. Нужно покаяться в том, что вы ели идоложертвенную пищу, куличи, пасочки, крашеные яйца, которые олицетворяют мужские половые органы лжебогов. Нужно перестать отмечать Лжепасху, а вместо этого надо отмечать, начать отмечать истинную Божью Пасху, Песах, которую Бог повелел праздновать в Библии, в 23 главе книги Левит. И здесь я предлагаю молитву покаяния, которую мне дал Бог. Значит, мы сейчас помолимся этой молитвой, и те, кто будет смотреть, я буду медленно читать, чтобы вы успевали за мной повторять. Небольшими такими отрывочками буду читать. Итак, молитва покаяния. Для тех, кто хочет, конечно, в этом покаяться, я читаю. А вы повторяйте за мной. Отец Небесный, я каюсь в грехе идолопоклонства, я каюсь в праздновании языческого праздника Пасхи, в день поклонения богине Иштар Астарте. Я каюсь в том, что ел, ела и дала жертвенную пищу. Куличи, пасочки, крашеные яйца, которые олицетворяют мужские половые органы лжебогов. Я каюсь в том, что праздновал, праздновала языческую Пасху, древний языческий праздник много лет моей жизни. Прости меня, пожалуйста, Господь. разрушь, пожалуйста, всякое проклятие, которое пришло в мою жизнь из-за этого греха. очисти меня от этого греха и аннулируй всякое последствие этого греха в моей жизни. Благодарю тебя за прощение, очищение и освящение. Аминь. На этом мы запись заканчиваем. Большое спасибо всем, кто участвовал, и большое спасибо всем, кто это будет смотреть. Мы благословляем вас. Шалом.